Предложения Минчан, немного немало 600 страниц, учтены в генеральном плане столицы. Об этом сегодня рассказал мэр Минском. Это и создание новых рабочих мест, организация парковок, жилищное строительство и развитие пригородов. В январе президент утвердил генеральный план и городов-спутников. В первоочередном порядке планируется развивать Рудинск. Там построят 355 тысяч квадратных метров жилья. И с Малевичей они разрастутся на 237 тысяч квадратных метров. Сейчас определяется заказчик и условия финансирования. Города-спутники. Тема интересная, красивая, но она предполагает строительство не только жилья, но и в первую очередь сетей, подготовку площадки. На сегодняшний день там можно построить где-то около 180 тысяч жилья с небольшими затратами. Но небольшие это где-то около 200 долларов на метр квадратный. Все остальное предполагает большую выторфовку, серьезные вложения в инженерные коммуникации. Уже в конце февраля, после окончательного согласования генплана с Минским облсполкомом, документ представят главе государства. Продолжение следует... Продолжение следует...